Приветствую вас на нем. Давайте разберем ваш вопрос. Первое, чего я хотел бы начать, это с того, что вам нужно пережить до конца расставание, разрыв с молодым человеком. Вам нужно это до конца завершить, потому что есть такое ощущение, что тянет вас эта история назад, не позволяет вам двигаться вперед, это первое. Второе, вот вы пишите, что вы жили вместе чуть более года, был мне родным, делились всем, душа в душу. Звучит несколько странно, потому что, во-первых, родным, что вы в это вкладываете, во-вторых, делились всем, душа в душу. Есть ощущение, что есть нарушение личных границ, то есть чрезмерной близости. Будь у вас все так хорошо, мужчина бы не ушел, это очевидно. Вот, поэтому рассмотреть причины того, почему так случилось, вы можете с специалистом, вот, для того, чтобы больше такому не повторять. Это первое, это второе, второе, точнее. Следующее. Вы говорите о том, что сейчас вам ничего не хочется, что вы, как бы, ну, просыпаетесь и понимаете, что его нет, а остывает сердце. Я так полагаю, что, с одной стороны, это травма расставания, вот, ну, неизвестно, насколько она большая, но травма есть. С другой стороны, есть ощущение, что вам самой в жизни не особо чего интересно. То есть, молодой человек был по факту тем, тем, что было вам наиболее важным. И, когда его не стало рядом с вами, когда он ушел, вы столкнулись с тем, что вам ничего, ничего не интересно. То есть, вот, своего собственного жизненного смысла у вас нет. Своей собственной жизненной направленности у вас нет. И, на мой взгляд, это проблема. Это серьезная проблема, потому что вы очень уязвимы. И, нуждаетесь в человеке, в своей, вот, второй половинке, из-за этого именно. Из-за того, что не чувствуете интерес. И, даже, сами отношения вами воспринимаются, как, ну, как обязательное получение чего-то для себя. На мой взгляд, в этом есть сложность тоже. Потому что вам тяжелые отношения сейчас, ввиду их связи с получением чего-то. То есть, вы от отношений хотите что-то получать. И хотите получать так, как вам давал молодой человек, бывший. Вы понимаете, что другие, другие молодые люди вам этого не дадут. И, соответственно, об отношениях, думаю, даже не хочется. Это, соответственно, не направленность какая-то на, именно, вот, отдачу чего-либо. Да, именно на получение. Вот. Ну, и в некоторой степени, понятно, здесь присутствует идеализация мужчины. Да, да. То есть, вы его идеализируете. В некотором смысле это присутствует тоже. Вот. Тут, как бы, можно с этим поработать, чтобы вас это не беспокоило. Вот. Ну, вот ключевыми моментами является, является три. Первое, это завершение, эмоциональное завершение отношений. Вот. Это первое. Это разбор причин расставания, потому что, ну, на мой взгляд, в принципе, как я уже сказал, будь у вас все гладко, ну, наверное, и, наверное, наверное, мужчина бы не ушел. Да, правда. Если все ушел, значит, что-то ему не нравилось, что-то, все-таки, было не так. Вот. Ну, не обязательно, ээээ, совершенно не обязательно, что вы в этом, вообще говоря, виноваты, ээээ, как-то, да? Вот. Вот. Совершенно нет. Но, тем не менее, ситуация может быть такой, ситуация может быть такой. Мне очень приятно. Это правда. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. До свидания.